Приветствую вас, дорогая церковь! Хорошо, давайте все-таки перейдем к изучению слова Божьего. Сегодня я хотел поговорить с вами о помощи с небес, для кого она. Хотел бы с вами порассуждать на тему двух псалмов и одной притчи Псаломона. Мы с вами давайте откроем Библию и откроем Библию на Псалме номер 111. Псалом номер 111. Мы с вами поговорим о том, кто такой блаженный муж. Мы знаем с вами из Псалом номер 1, кто такой блаженный муж, но сегодня мы говорим именно о помощи с небес. Хотел бы вот на эту тему с вами порассуждать. Итак, я зачитаю этот псалом. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено, сердце его он будет, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, и рок его возносится во славе. И нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрыжащит зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. И хотел сегодня в свете этого псалма все-таки поговорить о помощи с небес, потому что мы с вами видим, что помощь с небес, она на самом деле явная для многих из нас. Она явная для тех, кто действительно уповает на Господа, кто Бога назвал прибежищем своим. Мы уже неоднократно говорили, что и сегодня, когда коронавирус, так сказать, свирепствует вокруг, все от страха изнывают и не могут понять, что происходит. Мы с вами видим все-таки, что Господь благ каждому из нас. И давайте мы сейчас с вами разберем этот псалом буквально по строчкам. Итак, написано «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его». Что такое блаженство? Мы с вами уже говорили об этом неоднократно. Блаженство – это высшая степень счастья, это высшая степень благости, которую мы получаем от нашего Господа. И, оказывается, мы не только видим, что в первом псалме написано, что «Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит», мы еще видим здесь, что на самом деле блажен муж, который боится Господа и крепко любит заповедь его. Мы знаем с вами о том, что боязнь Господа – это не трястись от того, что завтра там, если что-то не так, вдруг ударит молния, и с нами что-то произойдет. Нет, боязнь Господа, мы знаем с вами, что это боязнь потерять с ним отношения, боязнь, знаете, проблема атеиста, хочется кого-то поблагодарить, а некого. Так вот, мы находимся с Богом в отношениях, это наш источник, источник жизни, это то, в чем мы пребываем, это то, чему мы радуемся, это то, чем мы с вами живем и то, на что мы уповаем. И здесь написано, что будет с человеком, что такое блаженство у человека, когда он уповает на Бога и когда он с Богом живет. Первое – сильно будет на земле семя его, род правы благословиться. Что такое семя? Семя – это все, что касается потомства человека, то есть все потомство человека, который уповает на Бога, который боится и любит его заповеди, будет благословлено. Но и это обетование Господа, и мы сегодня как раз молились, мы начали с того, что обетования Господни, они вечны. Бог верен в своих обетованиях, и это уже, так сказать, подтверждается нам во многом из того, что мы узнали из наших взаимоотношений с Господом. Второе – написано обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Вы знаете, вот есть такое Евангелие, которое называется Евангелие процветания, вы, наверное, тоже о нем много слышали. Это люди, которые говорят, что если человек, у него все в порядке с деньгами, значит, он в благословении, если не в порядке, значит, он в проклятии. Недавно как раз вот с братьями тоже обсуждали эту тему. На самом деле здесь совершенно четкий рецепт написан того, у кого будет обилие и богатство в доме. Это у человека, который боится Господа и крепко любит заповеди его. Иисус, когда перед тем, как вознестись и воссесть одесною Бога нашего Отца на небесах, он провозгласил, что если любите меня, то заповеди мои соблюдете. Соответственно, любить заповеди – это и есть любить Бога. Это совершенно четкий критерий того, насколько мы любим нашего Бога, насколько мы его любим, настолько мы соблюдаем заповеди. И наоборот, насколько мы соблюдаем заповеди, настолько мы любим нашего Бога. И соблюдение заповедей, знаете, многие очень сравнивают с соблюдением 613 заповедей Ветхого Завета. И сегодня очень много, я видел просто, ну очень много, особенно в социальных сетях, так называемых законников, которые призывают нас обязательно соблюдать заповеди. Хотя Писание четко нам говорит, что если мы хотим спастись, то мы должны уповательно верить в Господа Иисуса Христа, и так спасемся сами, и будет спасен весь наш род. Но почему-то многие говорят, что все равно нужно к чему-то не прикасаться, чего-то не есть, чего-то не пить и так далее и тому подобное. Поэтому я вижу здесь четко совершенно обетование Бога, что если мы боимся Бога и крепко любим Его заповеди, то обилие и богатство в доме нашем и правда наша, то есть наше оправдание перед самим Богом, оно пребывает вовек. Далее написано, что во тьме восходит свет правым, благо он не милосерд и праведен. То есть, что происходит с нами, когда мы боимся Бога и крепко любим Его заповеди. Даже если вокруг тьма, и вот вы знаете, в Исаии написано, что тьма покроет народы и мгла покроет страны, но над тобой воссияет свет. Конечно, здесь речь идет об Иерусалиме, но поскольку Иерусалим это прототип небесного Иерусалима, а мы граждане и дети небесного царства, мы с вами тоже увидим свет, который воссияет над нами. И оправдание наше будет с нами, написано вовек, оно всегда, но никуда не денется от нас. Дальше написано, что добрый человек, что такое добрый, мы знаем с вами из правильного перевода с иврита. Адам Тов – это человек, который хороший в глазах самого Бога. Уже сегодня, вот вы знаете, иудаизм считается, что если человек много хорошего делает, то он хороший человек. Если он много хорошего не делает, то он плохой человек. На самом деле мы не берем на себя полномочия Бога решать, кто хорошо себя ведет, а кто плохо. Мы просто понимаем совершенно четко, что хороший человек – это человек, хороший в глазах Бога. И здесь написано, что вот такой человек, который хороший в глазах Бога, он милует и взаймы дает. Имеется в виду не то, что мы становимся с вами вместо банка или становимся с вами судьями, но с другой стороны. Милует – это значит, что мы иногда должны прощать людям какие-то такие вещи, которые, казалось бы, простить невозможно. Но зная то, что суд без милости не оказавшего милости, милость превозносится над судом, мы должны с вами много милости оказывать людям. И Иисус усугубляет эту заповедь и говорит нам, что если мы прощаем, то и Отец Небесный простит нам, а если не прощаем, то и Отец Небесный нам не простит. Поэтому мы должны миловать. И здесь как раз говорится, что хороший человек, то есть хороший в глазах Бога, он как раз милует, он прощает. Милость, она не за что-то дается. Милость – это то, к чему призывает нас Бог в принципе. Он сам милостивый. Он говорит, я хочу милости больше, чем жертвы. И взаймы всегда дает. Имеется в виду, что мы не должны, опять же, быть филиалом банка и давать людям взаймы. Но есть очень много притч, особенно вот там 23-й притч, очень много об этом говорится. Очень много говорится об этом в других местах, что тот, кто помогает бедным, то есть бедным не в смысле, что они бедствуют, а в смысле, что нуждаются. Вот то, чем ты можешь помочь, дай, потому что когда мы даем то, чем можем помочь сами, мы даем фактически взаймы Богу. И Бог нам возместит сторицей, потому что, опять же, Иисус призывает нас, когда мы даем что-то, какую-то оказываем милость людям, то так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. И наш Отец Небесный, Он воздает нам, видя наше тайное, воздает нам явно. И это то, о чем мы сейчас с вами читали, что обилие и богатство в доме, и правда наша будет пребывать вовек. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. То есть человеку, который уповает на Бога, который любит Бога, который исполняет его заповеди, боится его, у него нет проблем с тем, что о нем рассказывают вовне, будем так говорить. То есть худая молва для него не является показателем, он ее не боится. И вы знаете, что сегодня даже вот и в Израиле очень часто можно увидеть различные там наклеечки такие, что худая молва или лошон араломидабералай, то есть клевета обо мне, ну она как бы меня не касается, я не участвую в этом. Это тоже, кстати, взято отсюда, из псалмов. Далее написано, что утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. То есть что самопередец нам здесь говорит, что если мы любим Бога, если мы исполняем его заповеди, боимся его, то мы не боимся и врагов наших. Почему? Потому что в притчах позже мы с вами читаем разъяснение фактически к этому, что человека, ходящего путями Божьими, Бог даже с врагами его примеряет. То есть на самом деле, если мы ходим путями Божьими, то мы и врагов своих не должны бояться. Почему? По одной простой причине, потому что Бог даже врагов, если надо, примирит с нами. И Иисус говорит нам, что мы должны молиться за врагов наших. Иисус говорит нам, что ищите в первую очередь Царствие Небесное. Вы нам в этом в прошлый раз говорили, что если мы ищем Царствие Небесное, то есть если мы хотим в своей жизни действительно правление Божье, то все остальное, в том числе и победа над врагами, и мир с врагами, если нужно, и деньги, и слава, и богатство, и все остальное приложится нам. И об этом как раз псалмопевец говорит нам, что если мы будем бояться Бога и исполнять его заповеди, то мы не будем бояться смотреть на наших врагов. А это очень важно, потому что сегодня, знаете, мы, я не говорю, что мы там друг с другом общаемся, как с врагами, нет, конечно. Но мы иногда враждуем со своими близкими, враждуем со своими друзьями, со своими сослуживцами, целыми странами враждуем. Вот недавно мы были свидетелями того, как враждовали, я не боюсь этого слова, враждовали верующие Армении, верующие Азербайджана. То есть, как бы там вдруг исчезло вот это вот понимание того, что мы все братья в Иисусе Христе, братья и сестры. И начиналось вот там Бог за армян или Бог за азербайджанцев, Бог за тех, кто с ним. Это очень важно помнить. И если мы с Богом, то в нас уже, если мы спасены, да, с точки зрения спасения, тогда нет ни рабов, ни свободных, ни евреев, ни эллинов, ни жены, ни мужа. Мы все спасены одной кровью, мы все спасены одним благодеянием, одной милостью Господней. И здесь нет различия между армянами, азербайджанцами, украинцами, русскими, там, или арабами, евреями и так далее. Мы все дети Божьи. И вот здесь как раз написано, что наше упование – это Бог. И если мы надеемся на него, то никакой вражды между нами не будет. Просто ее не существует, она исчезнет. Потому что Бог с нами. А если Бог с нами, какая разница, кто против нас? Далее написано. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе. Это перекликается с пятым стихом, где написано, что добрый человек милует и взаймы все дает, и он даст твердые слова в своем суде. То есть расточил и раздал нищим – это не значит то, что, знаете, вот как многие говорят, нужно сейчас все отдать, там все продать, пожертвовать. Есть даже секты такие, в которых призывают – отдайте нам, продайте все, принесите к ногам апостолов. Нет, не к этому Бог призывает нас. Хочу обратить ваше внимание, что иногда стоит рассматривать стадии Псалмы и вообще любое другое местописание с точки зрения того времени. То есть как было тогда. Тогда было так, что имущество и богатство все состояло у человека из земель, зданий, золота, скота, крупного мелкого рогатого, рабов и так далее. И когда, помните, один подошел юноша к Иисусу, юноша имеется в виду, чтобы вы понимали, кто такой юноша. Юноша – это не человек, которому 25-30 лет, это уже старик 25-30 лет по тем временам. А юноша этому было где-то 13-14-15 лет, может быть. И он подходит с таким пониманием, что я соблюдаю заповеди, я всегда чту Бога, помогаю ближним своим. Что мне нужно, чтобы обрести Царство Небесное? Иисус ему говорит, продай все и раздай нищим. Имеется в виду, что значит все. Ему нужно было избавиться от того, к чему он привык на этой земле. То есть к богатству физическому, к земле, к домам, к золоту, к женщинам, к рабам, скоту и так далее. И ему нужно было от этого всего избавиться. И Писание же говорит, Иисус говорит собственным языком, что называется. Он говорит, ищите в первую очередь Царство Небесного, и все остальное приложится вам. И юноша от него отошел, потому что он был не готов расстаться с земным. И Иисус нам говорит, что к чему прикипает наше сердце, там, собственно, и богатство наше. И поэтому он говорит, что человек добрый, хороший в глазах бога, он расточил и раздал нищим все. То есть у него, понятно, что он не должен снять с себя последнюю рубаху и сам стать нищим. Тогда зачем ему нужно будет-то все. Бог не к этому нас призывает. Бог не призывает нас к тому, чтобы мы обнищали в своей жизни, в своем понимании. Он призывает нас к тому, что если мы в чем-то избыточествуем, то есть всегда тот, кому это не хватает. Кстати, все законы природы, все законы физики на этом построены. Ничто никуда не исчезает и ниоткуда не берется, все только переходит из одного состояния в другое. Если у нас избыток, у кого-то есть недостаток, и мы призваны восполнить этот недостаток тем, чем можем. То есть по мере наших талантов, которые нам розданы, мы должны служить другим людям. И в этом и есть как раз служение богу. Мы об этом говорили на последней домашней группе с вами. И дальше написано, нечестивый увидит это и будет досадовать за скрежещет зубами своими и истает желание нечестивых погибнет. О чем здесь идет речь? Позже мы уже знаем из пророков, что придет время, когда люди увидят разницу между служащим богу и неслужащим. То есть те, кто служит богу, то есть вот как здесь написано, кто такой добрый человек в глазах бога, это тот, кто служит через свое имение другим, например, одно из. И вот и будет разница. То есть бог благословит настолько, что вот написано, что нечестивый увидит это и будет досадовать, он будет скрежетать за зубами, он будет завидовать. А что значит зависть? Зависть это нарушение заповедей. И помните, да, последняя, десятая заповедь звучит, что не возжелай ничего, что у ближнего твоего, в том числе и благословение ближнего твоего, не возжелай на себя. И нечестивый будет видеть это и завидовать этому человеку. И вот тогда как раз и желание нечестивых погибнет, написано. То есть ничего, что нечестивый будет жаждать для себя, не станет частью его жизни. Потому что зависть это самый большой порог, который есть у человека. И теперь давайте мы с вами как бы перенесемся в то время написания псалмов. Псалмы так или иначе были распределены каким-то образом в книге псалмов. Но иногда бывает так, что один псалом это продолжение другого. И в данном случае давайте мы с вами продолжим читать 112-й псалом. Первое, с чего начинается Аллилуйя. То есть все, что мы сейчас с вами перечислили, действительно достойно того, чтобы мы воздали всю хвалу Господу. И сказали Аллилуйя, прославьте Бога. Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над всеми небесами слава Его. И когда мы воздаем славу Богу за то, что Он нам дает свои обетования, мы таким образом уже сейчас провозглашаем благодарность Богу за все, что все эти обетования осуществились в нашей жизни. Потому что вера, как написано в постании к евреям, 11 глава, 1 стих, вера есть осуществление ожитаемого и уверенности в невидимом. То есть воздавая слава Богу уже прямо сейчас, мы благодарим Бога за то, что Он уже нам это все дал. Ведь Иисус сказал нам, что все, что не попросим во имя Иисуса у нашего Отца Небесного, Он уже дал нам. На самом деле в этом есть очень глубокий и духовный, и даже философский смысл. Потому что если мы с вами смотрим различные мирские программы, как-то, например, фильм «Секрет», кстати, в его создании принимал участие несколько очень известных пасторов. Мы с вами видим, что люди, когда визуализируют что-то, они таким образом уже сейчас воздают благодарность Творцу за то, что Он уже это им создал. В этом есть очень глубокий смысл. И здесь как раз вот этот псалом начинается с воздаяния всей хвалы Господу, Создателю неба и земли, Создателю всего, что мы видим, чем мы дышим, что мы едим и что мы пьем. И дальше есть причина, описывается, почему мы воздаем всю эту славу с пятого стиха. Кто как Господь, Бог наш, который обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями и с князьями народа своего. Неплотную вселяют в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Я хочу с вами разобрать немножко эти стихи, потому что они тоже крайне важны, чтобы понять, откуда приходит с небес благословение, а самое главное, для кого все это. Кто может рассчитывать на эту помощь? Итак, написано, кто как не Господь наш, который обитая на высоте. Вот очень много, знаете, Павел тоже писал, что тяжело верить в невидимого Бога, тяжело не соблазниться и не начать какое-то вновь идолопоклонство, потому что вот когда перед нами стоит какой-то идол, ему проще верить в него, вот, например, какой-нибудь премьер-министр какой-нибудь, президент. Я не умоляю ни в коем случае президента Трампа, я очень его люблю как человека, как бизнесмена, я очень уважаю его как президента, он действительно сделал очень много и для Америки, и для экономики Америки. Это человек, который не начал ни одной войны, а это миллиарды долларов, которые были потрачены на американскую экономику. И сегодня все, ой, Трамп ушел. Я сам, ну, как бы переживаю вот этот уход Трампа и воцарение там Читы и всех этих вот, всей этой команды Байдена, потому что, прочитав их предвыборную программу, то, что они собираются сделать, конечно, страшно. С другой стороны, если написано, что Господь, находясь там наверху, там на небесах, Он при этом смотрит на небо, вернее, на землю и небо, которое мы видим, и Он при всем при этом создает все, Он держит все под своим контролем, то уповать на самом деле надо не на Трампа, не на Байдена, не на Путина, не на Нитанияу, не на людей, которые являются князьями. Потому что, опять же, в Салмах написано, лучше уповать на Бога, чем на человека, чем на князей. И тогда мы понимаем, что если мы уповаем на Бога и сегодня воздаем Ему всю славу и хвалу за то, что Он, исполняя свои намерения, о нас во благо, а не во зло, то в этот момент как раз мы и создаем, то есть мы притягиваем небесное на землю. И здесь вот написано, что из праха поднимает бедного. Напомню вам, что такое прах. Прах – это когда человек сам себя уже похоронил, то есть вот когда он уже ни на что не надеется, у него нет никаких там, ну, будем так говорить, желаний. Вот ему, как говорится, как мальчишки-бальчишки говорил, нам бы день простоять до ночи продержаться, и то он уже думает, да уже хоть бы сяточный день уже не наставал, но сам себя визуализирует свою смерть. Многие подростки сейчас страдают этим вот депрессивным состоянием, что неизвестно, буду ли я завтра жить, а может, я вообще завтра жить не буду и так далее. И сегодня интернет кишит всякими этими свидетельствами. Вот сегодня смотрел один из роликов международной вот этой организации, которая называется Yes, He Is, которые снимают очень много программ для молодежи. Они говорят, это просто бич сегодняшней молодежи, когда люди просто себя похоронили. Они уже ушли как бы в прах, они уже себя не видят ни завтра, ни послезавтра, они настолько разочарованы в этом мире. И опять же, это не мир виноватый, не мы виноваты, это они просто создали себе эту картину мира. И вот Бог поднимает из этого праха бедного. Бедность, она же ведь на самом деле не в кармане. Бедность, она вот здесь, в голове. Человек себя может считать бедным человеком, находясь в волне как бы в нормальном достатке. И может, наоборот, будучи богатым человеком, имея вот этот вот нищенский образ мышления существования нищего человека, стать нищим. Потому что, смотрите, каждую неделю статистически в нашей стране появляется один новый миллионер. Потому что разыгрываются минимум 4 миллиона в лоту. И кто-то их выигрывает каждую неделю. Каждую неделю у нас появляется новый миллионер. Но список миллионеров при этом не пополняется, а список банкротов увеличивается. Почему? Потому что человек должен сначала свою бедность вот здесь преодолеть. А для этого нужно, чтобы ему мудрость Господня пришла в голову. То есть Бог поменял не только разум, не только образ мышления, но и сердце для того, чтобы человек был готов принять это богатство, которое ему изошло с небес, и применить его в этой жизни так, чтобы это действительно явило славу Божию, чтобы приумножить эти таланты, которые Бог ему дал. Не зарыть в землю, не растратить их, так сказать, не растранжирить, а именно приумножить ради славы Божьей. И тогда, когда мы будем искать в первую очередь Царство Небесное, все остальное приложится нам. Дальше. Избрение возвышает нищего. Знаете, когда я сегодня прочитал этот псалом на иврите, там написано, мы привыкли, что брение, это типа того, вот там какая-то грязь на дороге, там и так далее. Послушайте, брение, там написано, это ашпа. Ашпа – это мусор, то есть отбросы, которые уже ни на что не годятся. Это отбросы, которые уже вот просто утилизировать надо. И вот представьте себе, что люди сегодня, даже на других иногда смотрят как на то, что нужно уже утилизировать, как это называется, биомусор какой-то. И люди себя считают биомусором, они кончают жизнь самовыслом, потому что они уже просто, ну все, они уже видят в себе тех, тех, кого, ну, наверное, уже и поднять никто уже не может. Но помните всегда, даже если вы себя чувствуете, вот из тех, кто нас смотрит, может быть, из тех, кто вас окружает, вот это как думает. Если вы чувствуете, что вас никто не верит, мы с вами только что читали 111-й псалом. Бог в вас верит. Послушайте, вы уникальный человек, созданный по образу и подобию Богу, самим Богом в утробе матери. Он связал вас так. Это никакая не эволюция, это не Дарвин. Это только высший разум может так сделать человека, что его глаз воспринимает такое количество цветов, что ни одна фото- и видеокамера без дополнительной цветокоррекции, обработанной с помощью роботов, не может даже воссоздать. И то даже не воссоздаст. Это не может быть с помощью эволюции, это не может быть с помощью вот случайного стечения обстоятельств. Это тот, кто творит каждого из нас. И мы должны просто понять, что Бог в нас верит. Если бы Он в нас не верил, Он давно бы сжег землю, как Он и обещал в книге Откровения. Он бы не откладывал каждый день эти суды. Мы уже настолько здесь погрязли в этой мерзости, в этих грехах, вот это вот все, что там происходит, все вот эти вот цветные, разноцветные, радужные и прочие революции в разных странах. Бог бы давно, как с Содомом и Гаморрой, бы давно уже поквитался с нами. Но нет, Он настолько в нас верит, настолько верит, что мы все-таки вернемся на Его пути и будем любить Его, исполнять Его заповеди, чтобы все эти обетования, которые мы только что с вами прочитали в 111-м псалме, плюс то, что написано здесь, в 112-м псалме с 5 по 8 по 9 стих, осуществилось, Он настолько в нас верит, что мы сегодня просто должны поднять просто голову и обратиться к Нему и сказать, Господь, вот я, сделай со мной что-нибудь. Я в таких обстоятельствах, что дальше уже просто, ну, нормальный человек жить не может. И Бог, написано, что Он вытягивает, вот написано, из отходов просто, из утилизируемых отходов поднимает нищего. Нищий – это человек, не только который, знаете, у которого ничего нет, а еще всем подряд должен, да? То есть, все его там пинают, от него все отказывают. Это человек, которого нет вообще ничего, он разочарованный, он реально считает себя отходом общества. Я таких видел сегодня, вот был в больнице вчера вечером, просидел пару человек таких, сидят там просто, они пришли, к ним относятся как, ну, к больным, их обслуживают, им дают какое-то обслуживание, но у них просто вот блеска в глазах нет, у них нет ничего, они ни во что не верят, они ни на что не надеются. И таким людям Бог дарит надежду, через откровение свое, через нас, через людей, которые проповедуют Евангелие. И дальше написано, что он поднимает из праха, то есть, из человека, который уже считает себя мертвым, все, он уже даже завтрашнего дня не ждет, из отходов, из, как это сказать, из, 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 из утилизируемого отбросов, да, поднимает бедного, для чего, смотрите, для чего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его. Но здесь написано слово князья. А в иврите написано надевим. Надив – это человек, который отдает, то есть, это даятель, то есть, он сажает бедного, он сажает, достает бедного избрения, сажает его с даятелями. А зачем человеку, у которого ничего нет, сидеть с даятелями? То есть, он еще и награждает его. И здесь, опять же, мы возвращаемся в 111 Псалом. Третий стих написано, обилие и богатство в доме его. То есть, Бог берет человека из ничего, человека, который разочаровался, берет его и сажает с теми, кто способен даять. И там человек учится быть даятелем. Он учится быть даятелем из чего? Из того, чего у него нет? Нет, конечно, Бог ему и дает все это. И вот как раз в притчах написано, что не думай никогда наживать себе богатство, потому что оно отрастит себе крылья, как птица, и улетит. Отсюда я понимаю очень простую вещь, толкование, мое личное откровение. Богатство нельзя нажить, его можно только приобрести. Каким образом? Уповая на Бога, любя Бога и выполняя его заповедь. И тогда написано, обилие и богатство будет доме. А еще в притчах, в 22 притче как раз написано, в главе притч написано, что за смирением приходит богатство и слава. То есть, нужно смириться под крепкую руку Божьей. Придет тогда богатство и слава. И дальше написано, что неплотно усиляет дом матерью, радующий за детях. Интересный стих, о нем есть очень много толкований, очень много комментариев. Но когда читаешь его на иврите, если брать просто чистый текст, здесь очень важный момент. Это ободрение женщинам, которые, возможно, сегодня чувствуют себя, знаете, очень много женщин сегодня думают, ну что же такое, ну неужели у меня это такая вот судьба, всю жизнь там пеленки стирать, там потом они выросли, за ними там вещи стирать, гладить, убирать и так далее. Короче, домохозяйка. Здесь написано, на иврите написано, что Акерет Байт. Там не написано, что она Меукерет, то есть она бесплодная. А Акерет Байт, это как бы домохозяйка, у которой, это противовес благочестивой жены из 31 главы притч. Она называется Эшет Хайль, то есть благочестивая жена. А здесь написано Акерет Байт. Это как бы противовес. Вот есть Акерет Байт, и есть благочестивая жена Эшет Хайль. Так вот, когда мы говорим здесь о том, что он неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях, здесь написано, даже вопросительный знак стоит, но на самом деле здесь сверчат о том, что ту женщину, которая считала себя вот этой вот погрязшей во всей этой семейной ежедневной рутине, он возвеличит до уровня той самой благочестивой жены, которая и радуется, и у нее дети, которые за нее переживают, и муж, который ей гордится, и так далее. То есть он делает из Акерет Байт, из неплодной, неплодной, имеется в виду, духовно, неплодной домохозяйки, благочестивую жену, которая будет радоваться о детях. То есть Бог на самом деле он для каждого усмотрел, для всего, о чем человек сегодня может только подумать, что у него что не получается, Бог уже все усмотрел, нужно просто обратиться к нему, через его слово хотя бы, если мы еще говорим, я не умею еще слышать голос Божий, я еще не достаточно верующий, или я уже отчаялся слышать голос Божий, открой Библию, здесь написано, блажен муж, кстати, когда пишется блажен муж, имеется в виду и жена, потому что если муж благословляется от Бога, автоматически благословляется и жена, потому что статус жены всегда определяется статусом мужа, никогда не наоборот, но если женщина сегодня находится одна, если она находится, например, там, она разведена на вдова, или она еще не замужем, и она думает, это, наверное, не для меня, нет, ободрение такое, что если мы спасены, я с этого начал, в Иисусе Христе, то нет разницы ни между иудеем, ни эллином, ни рабом, ни свободным, мы все спасены одной кровью Иисуса Христа, и мы все имеем одни и те же привилегии, поэтому все обетования Бога, которые касаются мужей, мужчин, да, они же касаются и женщин, поэтому не умаляйте ни свое достоинство, ни достоинство женщин, которые вас окружают, здесь это обетование ко всем, мужчинам, женщинам, иудеям, эллином, рабом, свободным, неважно, для Бога все равны, Он каждого из нас создал уникальной личностью, Он каждого из нас создал со своими дарами и талантами, и здесь написано, что все это Бог производит ради своей славы, и в конце опять этот призыв, аллилуйя, благословите Бога, потому что когда мы благословляем Бога, когда мы говорим Ему спасибо сегодня за то, что Он уже сделал, потому что мы это себе представили, мы за это молились, и мы это получаем, мы стяжаем небесное царство в свою жизнь, ищем его, тогда все остальное прилагается нам, и я знаю, что сегодня очень много из нас, из всех, кто здесь присутствует, находятся в некотором непонимании того, что происходит, у кого-то не сложилось что-то с работой, от кого-то отвернулись друзья, от кого-то отвернулось, как какие-то работодатели, или, может быть, партнеры по бизнесу, не потому, что они вдруг стали плохими, нет, просто ситуация так сложилась, мы знаем, мы с вами пережили год коронавируса, но я хочу сегодня, чтобы мы вот в конце помолились с вами вместе за то, чтобы мы на самом деле начали воздавать Богу хвалу за то, что мы у Него просим. Пусть мы, может быть, не знаем, как правильно молиться, но здесь написано, что будет в нашем доме, вот я держу перед собой книгу, называется она «Библия», у вас такая же есть, да, и здесь написано, я еще раз, давайте, я хочу прочесть эти два псалма, и мы с вами помолимся. Итак, псалом 111 начинается со слов «Аллилуйя», «Благословить», «Прославьте Бога», «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» – это причина, то есть если мы будем бояться Бога и чтить заповеди Его и исполнять, то мы будем блаженны, то есть мы будем находиться под высшей степенью благодати Божьей. «Сильно будет на земле семя Его, род праведных благословится, обилие и богатство в доме Его и правды Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правды, благо он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, и он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовек, рог Его вознесется во славе, нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает, желание нечестивых погибнет. Аллилуйя! Хвалите рабы Господа, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословено отныне и вовек. От восхода солнца до запада, да будет прославлено имя Господа. Высок он над всеми народами, Господь над небесами, слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклонится, чтобы презирать на небо и землю. Из праха поднимает бедного, избрение возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями и князьями народа Его. Неплодную вселяет он в дом матерью и радующейся о детях. Аллилуйя! На самом деле мы сегодня уже можем помолиться Господу о наших нуждах. Он все эти нужды знает. Просто понимаете, мы иногда просим Его, не получаем немедленно то, чего просим и думаем, а, наверное, Бог нас не слышит. В Песлании Петра написано, все, что мы приносим перед Преслом Его благодати, Он слышит и всегда отвечает на наши молитвы. Но ответа есть только три. Да, нет и не сейчас. Мы хотим слышать только ответ да. А нет и не сейчас мы слышать не хотим, потому что мы хотим здесь и сейчас. Но Бог говорит, научитесь терпению. За смирением, написано, приходит и богатство, и слава. За смирением нужно смириться, нужно научиться получать ответ да, и не сейчас. И нам нужно научиться действительно видеть Божью славу во всем, что происходит, в мелочах. Потому что дьявол кроется в мелочах. А уж Божья слава так тем более кроется в мелочах, потому что дьявол только копирует Божье Царство. Он ничего нового не создает. Поэтому давайте будем учиться радоваться мелочам, давайте будем учиться искусству маленьких шагов, продвигаться по чуть-чуть, искать Царство Божие во всем. Но Царство Божие это не когда Господь приди и наполни, это когда я смиряюсь под Тебя, я люблю Тебя, Господь, поэтому исполняю заповеди Твои. Я люблю Тебя и боюсь потерять эти отношения с Тобой. Вот в чем должна проявляться наша воля в поиске Царства Небесного. И я на самом деле очень рад, что сегодня, я думаю, я показал каким-то образом свое видение этого. Я думаю, что кого-то это коснулось, я буду рад вашим комментариям, может быть, вашим откровениям, которые вы напишите. Может быть, вы поделитесь этим видео с другими людьми. И сейчас давайте вместе помолимся за то, чтобы Царство Божие действительно пришло в нашу жизнь, чтобы Царство Божие, оно было тем объектом стяжательства, тем объектом поиска, тем объектом вожделения, которыми действительно должны искать. Потому что все остальное тогда приложится нам. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то Слово, которое Ты сеешь в наши сердца, Господь. Мы благодарим Тебя за каждого, кто сегодня был в этом прямом эфире, за тех, кто не смог к нему посоединиться. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты охраняешь и даешь нам свою славу на каждый день, свою мудрость на каждый день. За то, что Ты ведешь нас путями своими и не даешь нам свернуть с них, Господь. За то, что Ты каждого из нас создал уникальным ради славы своей. За то, что Ты не даешь нам погибнуть, потому что написано, что Ты из праха и избрения каждого из нас поднимешь для того, чтобы дать нам все, чем мы можем делиться. И даже если у кого-то сейчас нет финансов достаточно, Господь. Мы знаем, что Петр и Андрей сказали, золото и серебра не имеем, но то, что имеем, даем Тебе. И именем Иисуса Христа исцеляли и воскрешали. Господь, мы просим у Тебя в первую очередь, чтобы Ты дал нам то, чем Ты наградил нас. Своими дарами, своими талантами, которые Ты нам дал, своей мудростью, Господь. Мы просим у Тебя это в первую очередь для того, чтобы явить славу Твою в глазах других. Тайно или явно, но мы знаем, что если мы исполняем Твою волю, то Ты даешь нам во много раз больше. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас, Господь, отвечаешь на нужды каждого. Я знаю, что были нужды, которые Вы уже писали и озвучивали мне лично сегодня. Господь, я прошу Тебя просто восполнить это. Я прошу Тебя, чтобы просто вот сейчас те, кто ищут благосклонности у людей, к которым они обращаются, у меня для Вас есть слово написано, что человек, который будет ходить путями Божьими, не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед князьями. Вам нужно молиться, чтобы Господь поставил Вас именно перед князьями, и благоволение будет у Вас, и Вы получите то, что Вы хотите получить, Господь. Я благодарю Тебя за это. Я сейчас преподношу перед всеми нами, перед всеми Вами вот эту нужду, которая появилась вчера. Юра, наш брат в Иисусе Христе, он попал в больницу. Ничего страшного там нет, просто его положили на обследование. Есть какие-то там, что-то им не понравилось в кардиограмме после операции на открытом сердце, которую он перенес полгода назад. Я знаю, что с ним все в порядке, мы с ним уже сегодня общались, и мы просто сейчас провозглашаем полное исцеление о самой главной мудрости врачам, которые сегодня, завтра и послезавтра будут его обследовать. Как он сказал, он лежит весь в проводах. Главное, чтобы по этим проводам правильная информация передавалась, и он действительно в скором времени вернулся домой, потому что там в больнице тоскливо. И Господь просто благословит то место, где он лежит, все есть персонал больницы, Господь. Мы также просим Тебя за власть и начальство, мы просим Тебя за то, чтобы Ты коснулся властей Соединенных Штатов, потому что они сейчас переживают там очень непростое время. Мы все так или иначе завязаны на этой стране, потому что мы в глобальном пространстве находимся, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты все-таки не позволил принести присягу президенту ни на какой другой книге, кроме как на Библии. Господь, мы также просим Тебя за всех наших детей, за наших близких, за то, чтобы Ты вел их и дальше защищал, охранял, Господь наставлял. Мы просим дух покаяния на тех, кто еще не познал Тебя или отвернулся от Тебя, Господь. Благодарим Тебя за это. И желаю всем вам хорошей недели. Недели, которая принесет благословение в вашу жизнь, богатство и славу, потому что вы будете любить Господа, будете исполнять Его заповеди. И Господь верен в своих обетованиях. Я сейчас провозглашаю на каждого из вас благословение Аароны, которым Бог заповедовал еще в пустыне, благословлять все общество Господнее, чтобы имя Его было на нем. Друзья мои, я благодарю вас за то, что вы были с нами в этом эфире. Если у вас есть на сердце, поделиться этим видео, можете им поделиться. У вас есть также ссылка на пожертвования, которые можете внести, если вам тоже на сердце Господь положил это пожертвование внести. И желаю вам хорошей недели, благословляю вас. И просто, ну, будьте с Господом, а все остальное приложится вам. Спасибо вам. Шаббат, шалом. И до встречи на домашней группе во вторник. И мой телефон всегда открыт для ваших просьб, молитвы или поддержки, или просто поговорить. Будьте благословенны. Во имя Иисуса. Аминь. Пока.